В хоккей играют настоящие мужчины и делают это в валенках. Детская дворовая забава в Тольятти превратилась в городской турнир. Второй год технопарк Жигулевская долина собирает на интересные матчи корпоративные команды. Как в этот раз прошел хоккей на валенках, узнала наша съемочная группа. Обязательный атрибут игровой экипировки для участников матча – валенки. Клюшки хоккейные, а вот вместо шайбы – мяч. Забить его в ворота, когда под ногами скользкий лед, непросто. Но тем больше зрелищных острых моментов возникает на поле. Матчи по хоккею на валенках собрали 12 команд. И это рекорд по количеству участников необычного турнира. Среди желающих сразиться на морозном ветре в силе воли и ловкости оказались резиденты технопарка Жигулевская долина, сотрудники администрации Тольятти и представители многих компаний города. Азарт, жажда к победе. Будем надеяться, что она в этом году нам улыбнется больше, чем в прошлом году. И мы дойдем до финала. Главное на льду получить удовольствие, получить удовольствие от игры, от командной игры. Постараться победить, но на самом деле победа здесь действительно не важна. Главное – участие. Забить мяч можно только клюшкой. Запрещено играть из положения лежа. Хоть способность валена к скольжению, то и дело отправляет игроков на взничь. Длительность тайма – 10 минут. Но и за это время болельщики успевают попереживать за своих. Нашим парнем то, что надо – победит наша команда! Игра, конечно, очень эмоциональная, драйвовая. Мы готовы валить, особенно за наших. Настроение супер, хоть и ветрено. Хоккей на валенках в Тольятти проходит уже второй год. И судя по реакции игроков и болельщиков, становится все популярнее. Этот турнир станет открывающим турниром жигулевской спартакиады. Которая сегодня открыта, вы видите, флаг мы подняли. И она будет у нас идти круглогодично, весь годовой цикл. Будут соревнования по скетболу, по мини-футболу, по волейболу. Ставшие на валенке предприниматели и новаторы утверждают. Чем больше активности для тела, тем лучше работает мозг. А значит, веселый вид спорта под флагом жигулевской долины будут развивать и дальше. И Гречман, Дмитрий Котельников, Новости Тольятти.